Дмитрий Чепиков Инкуб Читает Дамир Мударисов Денис проснулся от того, что яркое солнце било сквозь тюлевые шторы прямо ему в глаза. В который раз, ощутив неприятный серный привкус во рту, он поежился под простыней, служившей ему одеялом. В доме было ужасно жарко, дверь на балкон, видимо, захлопнулась ночью от сквозняка. А ведь сегодня еще предстояло выполнить обещание и прогуляться с Ниной, девушкой Дениса, на городской пляж. Прислушавшись, гремит ли бабушка на кухне посудой, Денис услышал легкие шаги в соседней комнате и нехотя поднялся с кровати. Он заглянул в комнату бабушки, но увидел лишь серую бесформенную тень, метнувшуюся к распахнутому окну. «Опять надзиратели пасут», – с досадой подумал он и подошел к настенному зеркалу, чтобы оценить свой внешний вид. Из зеркала на него смотрел 25-летний темноволосый парень приятной наружности, но с воспаленными красными глазами. Промелькнувшие в отражении глаз ярко-красные искорки ничуть его не удивили, зеркало обмануть было нельзя. В последнее время Денис вообще ничему не удивлялся. Ни тому, что его глаза полыхают иногда таким ослепительным алым огнем, что не видно зрачков, ни тому, что любая девушка, едва взглянув на него, испытывала к нему неумолимое влечение и чуть ли не силой пыталась затащить его в постель. Последний факт доставлял ему особенное удовольствие, в отличие от происшествий, пугающих Дениса. За ним частенько по пятам следовали полупрозрачные блеклые тени, внимательно следящие за каждым его шагом. Сначала Денис чуть было не сошел с ума, ловя на себе их безглазое внимание. Но затем, перерыв кучу тематических сайтов в интернете, решил, что тени безопасны и всего лишь надоедливы. Бабушка, однажды заметив крадущуюся за ее взрослым внуком тень, назвала его нехристью и попыталась навесить крестик, а также вдобавок осинить иконы и с благодушным лицом какого-то святого. Денис равнодушно терпел ее манипуляции, но тень впоследствии, назвавшая себя надзирателем, не собиралась терпеть такое наглое вмешательство на обжитую ею территорию. Крестик капнул серебряным горячим сгустком на недавно купленный узорчатый ковер, а икона с нечеловеческой силой, вырванная из рук, описала замысловатую траекторию по комнате и хлопнула со стену, свалив при этом старательно выращиваемую бабулей бегонию. Бабушка мигом шмыгнула за дверь, а Денис снова погрузился во всемирную сеть в поисках объяснения всему происходящему. После пары запросов старенький компьютер на мгновение подвис, а затем начал с бешеной скоростью выдавать сайты на разных языках, независимо от того, что нажимал на клавиатуре ошалевший Денис. Убрав руки от компьютера, он с интересом ждал окончательный результат. Браузер наконец успокоился, выведя на монитор интернет-страницу с непонятными таблицами, диаграммами и кусками карты звездного неба. Затем, поскрипев жестким диском, неожиданно выдал всю родословную Дениса. Молодой человек, пристально изучив два десятка поколений своих предков, ахнул. Ни одного нормального человека с общепринятых моральных позиций общества там не было. Хотя у него и раньше возникали сомнения по поводу своих исчезнувших родителей, и бабушкин уход от прямых вопросов был подозрителен, он все равно не мог поверить взбесившемуся компьютеру. По всему выходило, что Денис идеально подходил для вмещения в себя качеств инкуба. Демона средней руки, не особо сильного, но и не последнего в иерархии преисподней. Колдуны, ведьмы, знахарки, черные маги и предсказатели – таким был далеко не весь список его далеких родственников. Денис задумчиво почесал затылок и выключил компьютер. Оставалось рискнуть и проверить свои силы, чтобы окончательно убедиться в действительности происходящего. Первый опыт был плачевным. Приставшие вечером на улице гопники отобрали у него смартфон и последнюю тысячу рублей. Как ни старался Денис вызвать свои сверхъестественные способности, толку с этого не было. Пришлось, так и не обрушив на голову грабителей все силы ада, идти в полицию и писать заявление о нападении. Доблестные сотрудники правоохранительных органов, не пожелав вешать на свой отдел еще один глухарь, допросили его таким образом, что выходило, будто он сам напал на хулиганов и насильно вручил им деньги и телефон. Разгневанный и разобиженный молодой человек скомкал и швырнул в открытое окно дежурного свое заявление. Пнув урну на выходе из дежурной части, он пошел к автобусной остановке, что-то неразборчиво бормоча себе под нос. На остановке стояла девушка ослепительной красоты. Денис всем сознанием ощутил притягивающий запах ее духов, глаза выхватили в слабом свете фонаря очертания идеальной фигуры и огненно-рыжие до середины лопаток волосы девушки. Когда они пересеклись взглядами, молодой человек безнадежно погрузился в бездонную глубину ее зеленых глаз. Девушка молча взяла Дениса под руку и они медленно пошли в сторону городского парка. Обычно раскованный в общении с женским полом парень сейчас не мог выдавить из себя ни слова, хотя это и не требовалось. Она все рассказывала ему своим тихим, нежным голосом, подтвердив его самые смелые догадки. Девушка, назвавшаяся Ольгой, представилась его главным наставником Суккубом и попросила ничего не пугаться. Тени сопровождали их на почтительном отдалении. Денис уже научился ощущать их присутствие даже тогда, когда их не было видно рядом. Ему слегка не понравилось, что Ольга сразу взяла командный тон. Однако она быстро успокоила его, сообщив, что Суккубы, кем она собственно и являлась, всегда помогали начинающим демонам типа него и не нужно артачиться. Так, лениво припираясь, они добрели до дома, где жил Денис. У подъезда девушка на мгновение прижалась к нему и страстно поцеловала в губы. Мир поплыл перед глазами Дениса и завертелся в темноте, вспыхивающей яркими зелеными искрами. Сквозь гамму нахлынувших приятных ощущений Денис едва расслышал что-то о цене за силу, предлагаемую ему. Словно пьяный, поднялся он в свою квартиру после такого прощания с Ольгой и уснул, едва его голова коснулась подушки. Проснувшись на следующий день, Денис поразился непроницаемой тишине, висящей в воздухе. Почувствовав сильную жажду, он поспешил на кухню, чтобы достать из холодильника бутылку холодного пива. Благо, сегодня было воскресенье, и это можно было себе позволить. А завтра ему снова предстояла унылая работа с документами в пыльном офисе. Пройдя коротенький коридор, Денис замер на пороге кухни, увидев неожиданную картину. Бабушка и Ольга сидели друг напротив друга по разным сторонам кухонного стола, скрестившись взглядами. Изумрудное свечение глаз Ольги против подсвеченных небесно-голубым светом глаз неожиданно помолодевшей бабули. Денис сильно щипнул себя за руку, думая, что все еще спит. Было больно, но видимая картина не исчезла. Спустя несколько минут молчаливое противостояние закончилось. Бабушка, опустив голову, встала из-за стола и прошла мимо Дениса, покидая квартиру, бросив на внука короткий взгляд, полный сожаления. После того, как она хлопнула дверью, Ольга расцвела в обольстительной улыбке и, расстегнув пуговицу в виде крохотной головы монстра на и без того откровенной блузке, обвела его руками. Она прижалась к нему упругой высокой грудью и прошептала нежно на ухо «Ты мой». Старенький смартфон Дениса, взятый на время у бабушки вместо отнятого, громко оповестил его о входящем вызове. На экране высветилась Нина, но парень, не глядя, нажал на сброс. Звонки настойчиво последовали еще несколько раз, однако телефон, переведенный в беззвучный режим, не дал пробиться Нине к охваченному страстью Денису. Несколько часов бесконечного наслаждения подняли молодого человека на самый верх блаженства, однако где-то в самой глубине его души он чувствовал, что совершает нечто категорически неправильное. Уже в наступивший жаркий полдень, сидя в кресле с поднесенным Ольгой холодным пивом, он нашел в себе силы задать вопрос о цене за полноценное владение мощью темных сил. «Вот это уже будет зависеть от того, чего ты поживаешь», изменившимся металлическим голосом произнесла Ольга, по-хозяйски поправляя на себе футболку Дениса, надетую на голое тело. «Хочешь с легкостью соблазнять любую женщину да красными глазами пугать людишек, то ничего платить не надо. Это и так у тебя есть и останется с тобой навсегда». «А если я хочу большего», вспомнив нападение хулиганов и постыдный поход в полицию, со злостью в голосе спросил Денис. «Тут два варианта. Ты либо старший инкуб или наставник, как я», вновь подобревшим мягким голосом сказала Ольга. «В первом случае тебе нужно осознанно предать свою девушку, во втором плюс к этому подписать договор на бесценную вещь». «Дай-ка догадаюсь. Душу?» – ухмыльнулся Денис, и Ольга согласно кивнула. «Но ведь мы уже с тобой... Первая цена-то заплачена?» «Ничего подобного. Я использовала тебя для собственного удовольствия», заулыбалась Ольга, и, сбросив с себя футболку, призывно улеглась на диване. «Даже старшие инкубы не могут сопротивляться моим чарам. Подходящую ситуацию я тебе устрою, но попытка у тебя одна. Выгляни с балкона», – продолжила она, бесстыдно подтягиваясь. Денис с пулей метнулся на балкон и увидел с высоты пятого этажа, быстро идущую к его подъезду, знакомую фигуру Нины. Девушка, не дозвонившись до него, решила сама выяснить, что случилось у Дениса. Возле подъезда ее ждали трое крепких парней, по случайности, те же самые, которые вчера отжали у Дениса телефон и деньги. Они перекрыли Нине дорогу к подъезду и, схватив за руки, потащили в сторону старых гаражей. «Минута на выбор», – полыхая чудесным светом зеленых глаз, прошептала Ольга. «Не ошибись, мой друг. Безграничное удовольствие падет к твоим ногам. Темные надзиратели из бестелесных теней превратятся в могучих слуг, сокрушающих твоих врагов. Просто оставь ее. Не вмешивайся». Денис вернулся в комнату, не сводя глаз с обнаженного суккуба. С трудом смог отвести на мгновение взгляд от Ольги и вдруг увидел старую открытку, случайно упавшую с тумбочки рядом с диваном. На ней ровным почерком была старательно выведена надпись «Люблю тебя, милый, твоя Нина». Он резко повернулся к уже празднующему победу суккубу и, бросив на Ольгу холодный взгляд, вылетел на лестничную площадку. Преодолевая лестничные пролеты в пару прыжков, Денис выбежал из подъезда и нагнал хулиганов, когда они уже начали сдирать одежду с плачущей Нины в тупике между гаражами. Он чувствовал, как его переполняет ярость и необыкновенная сила. Быстрый удар, и самый рослый из преступников рухнул на грязный асфальт, слопнувший в нескольких местах челюстью. Двое остальных потянулись за ножами. «Беги!» Денис оттолкнул девушку в сторону дома и приготовился к схватке. Однако драки не состоялось. Хулиганы стали призрачно-бледными и рассеянными тенями, которые скользнули в узкую щель под стеной ближайшего гаража. Растворился и обездвиженный сокрушительным ударом главарь. Ольга, с балкона наблюдавшая за происходящим, огорченно вздохнула, и, меняя черты лица и фигуры, трансформировалась в привлекательного, хорошо одетого мужчину. «Ну что же, продолжим поиски», сказал Суккуб сам себе, покидая квартиру Дениса и навсегда оставив молодого человека, прижимающего к себе плачущую девушку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok